Привет-привет! Наконец-то я собралась с духом, чтобы снять вам обзор по всем моим ножам с сайта Алиэкспресс. Конечно, они покупались не за раз и не за два, а за несколько лет, поэтому ссылки на некоторые из них давно сгорели. Однако, используя поиск по фотографии, я думаю, можно найти аналоги практически по всем позициям. У меня очень много ножей, порядка 60, если считать набор за один нож. Если считать все по отдельности, то, наверное, больше 100 выйдет. Поэтому ножи я разделила приблизительно пополам и сниму две части видео, чтобы не очень слишком утомлять вас просмотром. По каждому ножу я скажу свое мнение, насколько хорошо он режет, как часто я его использую, ну и, конечно же, озвучу размеры. Давайте приступим. Первым у меня лежит набор из четырех тропических листьев. Выглядят они вот так. Этот набор я, когда купила, довольно-таки часто использовала, и он отлично подходит, например, для travel-буков или летних альбомов с путешествиями на море. В общем, классные ножички и дизайн у них хороший. Режут они отлично, чистятся тоже замечательно. Размер маленького листочка 3 сантиметра, самого большого длинненького 6 сантиметров. Сейчас вам покажу, какая получается вырубка. Взяла специально контрастную темную бумагу, чтобы вам было лучше видно. Вот, посмотрите, пальмовые листочки и листья монстеры. Вот это вот с дырочками вообще очень классно выглядит. Откладываем. Следующий нож, это фоновый нож, вот такая сеточка. Очень универсальный нож, прорубает он только в серединку, по краю не вырубается. И я знаю, что этот нож довольно-таки часто используют девочки в качестве основы для композиции, и он действительно универсален. Но мне показалось, этот нож немного грубоват, что ли, по своей толщине линий. И несмотря на то, что в целом нож очень хороший, хорошо рубит, хорошо чистится, я не так часто его использую в своих работах. Выглядит вырубка вот так, то есть здесь я обрезала ножницами, а серединка вырубилась. Размер его 10,3 на 4,4. Вы не подумайте, что у меня феноменальная память, просто я здесь вот оставила себе шпарогалочку и подглядываю туда размеры. В целом классная вырубка, этот нож я однозначно могу порекомендовать. И давайте договоримся, чтобы мне не повторяться каждый раз, все ножи, которые хорошо вырубают, я буду про них просто молчать. Которые рубят плохо, я обязательно заострю на них ваше внимание. Следующий ножичек, это одна из моих недавних покупочек, поэтому я не успела его где-то применить, но в целом мне очень нравится дизайн этого ножа. Выглядит он вот так. Это вот такой вот веночек, и в комплект к нему маленькая веточка с такими же кругляшками. То есть можно вырубить венок, и вокруг еще дополнить его объем вот такими вот маленькими дополнительными веточками. Очень хороший нож, отлично рубит, и на мой взгляд он выглядит стильно. Сейчас покажу вам вырубку. Вот видите, вот так выглядит вырубка. И отдельная веточка. Диаметр этого ножа, именно круглой его части, 6 см, 7 мм. Вот так вот видите, можно наложить, и получится очень объемный интересный веночек. Следующий нож. Очень мне понравился дизайн этого ножа. Вырубился он не то, что вот прямо вот на ура. Нет, его пришлось пару раз прокатить, а потом еще повынимать из него вырубку, но все равно за дизайн я ему все прощаю, потому что выглядит он очень классно. Его диаметр 7 см. Еще раз повторюсь, ножи эти у меня недавно, поэтому я не успела особо применить их в работе, но думаю, что вот такой нож будет классно смотреться в альбомах в эко-стиле, например, в зимних альбомах также. Ну, я вообще в целом больше делаю альбомы, чем открытки, поэтому больше заостряю внимание на них, но, на мой взгляд, этот нож действительно заслуживает вашего внимания. Следующий ножичек. Вот сюда я его положила. Это вот такой маленький ножик. Возможно, он покажется вам бесполезным, но на самом деле это очень прикольная идея, например, для открыток КАС. Я этот нож не раз использовала, и мне прямо очень нравится вот эта задумка. Он делает своеобразную перфорацию, под которой можно скрыть, например, какую-нибудь надпись. Сейчас вам покажу, как выглядит вырубка. Вот так вот. Длина его 9,5 см и ширина 1 см 4 мм. Видите, здесь не до конца прорубается, то есть под ярлычок можно спрятать какую-нибудь запись и потом получатель открытки, как отрывной билетик, вскроет этот язычок и сможет посмотреть, что под ним написано. Следующий был довольно-таки большой набор. Вот такие вот прямоугольники. Сейчас сразу положила вырубку, чтобы не растерять, вместе с набором ножей. Так, в этот набор входит вот такой большой квадрат. Он вырубает рамочку с прострочкой и с фистонами. Очень хорошо подходит для открыток, ну и, например, для фотографий 10х10. Размер этого квадрата 11,7 см. Затем, следующий по размеру вот такой квадратик. Он, в принципе, делает то же самое. Квадратную рамочку с фистонами и отстрочкой. Его размер 9,1 см. Вырубка выглядит вот так. Видите, очень аккуратно и интересно смотрится. Затем. Смотрите еще, кстати, какой негатив получается. Мне кажется, можно использовать его в качестве, ну, довольно-таки большой, но все-таки, знаете, напоминает почтовую марку. Если как-то вот кусочек, например, оставить и добавить в композицию, будет тоже прикольно смотреться. Следующий ножик вырубает не совсем прямоугольник или квадрат, а вырубает такой как бы ярлычок, что ли. То есть можно, например, вот здесь поставить люверс, завязать на веревочку будет ярлычок, или можно сделать вынимающийся тежек, тоже с отстрочкой. И, на мой взгляд, он так же смотрится прикольно. Его размер 5 см 8 мм. И еще в этом ноже есть вот такая замечательная штучка. Это маленький ножичек. Его размер всего 4 см. Но смотрите, какую интересную штуку он делает. Это не просто вот такой вот ярлычок, как там, а ярлычок с окошком, с прорубным. Здесь сгиб. Под него можно спрятать какую-нибудь маленькую картиночку. И вот так вот он будет открываться. Мне кажется, тоже отлично подойдет для открыток в стиле КАС. Потому что в них не так много декоративных элементов, но должна быть какая-то интересная цепляющая глаз идея. Так вот, я считаю, что с помощью этого ножа такую идею вполне себе можно легко создать. Следующий нож. Вот такая салфетка. Я даже не стала писать ее размер. Ну, наверное, около 10 см. Этот нож я вам однозначно порекомендовать не могу. Хотя, возможно, просто мне не повезло с производителем. Он очень плохо прорубает. Я замучилась его прокатывать. И когда он у меня все-таки вырубил полностью, я не смогла вынуть из него вырубку. Она просто рвется на мельчайшие кусочки. В итоге я его, конечно, почистила. Но, честно говоря, сама не знаю, зачем я его храню столько времени, учитывая, что он совершенно не рабочий. Ну, может быть, как раз для этого видео, чтобы показать вам, что если вы надумаете купить такой нож, а дизайн у него без сомнения красивый, то внимательно читайте отзывы. Возможно, есть продавец, у которого такие ножи режут хорошо. Следующий ножичек это вот такая вот полосочка кружевная. Мне очень нравится ее дизайн. Длина у нее, по-моему, 14 см. Секундочку, подсмотрю. Да, 14 см, а ширина 2,3 см. Я использовала вот эту полосочку для того, чтобы делать приглашение. Она отлично рубит, хорошо чистится и делает интересные тиснения. Вот эти вот, видите, круглешочки здесь с полосочками. В целом, мне очень понравился ее дизайн. И, скорее всего, я приложу вам еще примеры использования самого сайта Алиэкспресс, потому что там были очень интересные примеры ее использования. Ну, конечно, при условии, что на нее найду рабочую ссылку. Вырубка выглядит вот так. Посмотрите, как классно. Можно и в альбомы использовать, и в открытке вместо тканевого кружева. В целом, вообще, мне очень понравилась эта полосочка. Затем, следующий нож. Я его оставила прямо так в пакетике, чтобы не потерять всю вырубку от него, потому что, на самом деле, это просто вау-нож. Я от него в полном восторге. Давненько его заказывала. Пойдет он, ну, в открытке, наверное, в основном. Ну, и в альбомы. Я тоже думаю, он классно подойдет. Смотрите, он у меня собран с помощью скотча, потому что здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть ножей. И можно получить огромное количество вариантов вырубки, потому что все эти ножи по отдельности. Можно сделать просто сквозной рисунок. Можно сделать вот такой сквозной рисунок. Сейчас я вам покажу всю вырубку из этого ножа. И я думаю, вы можете сами уже предположить, какое количество вариантов с этим ножом возможно. И при этом мне очень нравится его дизайн. Он какой-то и классический, и благородный, и изящный одновременно. Одновременно. Поэтому этот нож я могу вам порекомендовать вот вообще. Даже вот без зазрения совести. Сейчас я вам сложу все это аккуратненько, и вы посмотрите. Вот так в целом выглядит вырубка. Но можно, например, не вырубать ее по краю, потому что отдельный нож, и тогда будет просто ажурный рисунок. Можно, например, вот этот нож не вырубать по краю, и тогда останутся только вот эти вот прорубные серединки. Можно, например, не вырубать серединку, и тогда вот здесь вот будет цельная часть, либо вот эта будет цельная часть. В общем, еще раз повторюсь, у меня этот нож вызывает просто восторг. И размер в самой широкой его части 10,8 на 10,7. Кажется, что он немножко такой вытянутый по вертикали, но на самом деле он почти квадратный. Следующий ножичек это надпись Бэби. Очень простая надпись, и в то же время она стильная за счет своего шрифта. Изящная, тоненькая, хорошо вырубается. Вот, посмотрите. Мне кажется, отлично подойдет, например, чтобы сделать какую-то акцентную надпись в альбоме. Ну или, например, если сделать ее довольно-таки яркой, например, по клик глиттерам или глоссе акцентом, или черную там на белом фоне, то можно использовать и для открыток, как в стиле касс, так и обычных. Как раз-таки размер вот этой вот надписи я, по-моему, не записала. Да, я забыла ее записать, но ничего страшного. Я думаю, что вы и сами видите, что размер где-то 6 сантиметров, наверное, по длине, но может быть сантиметров 6,5, и по высоте порядка 4. Следующий нож тоже довольно-таки давно я покупала. Это набор из трех розочек. Причем две отдельные розочки, которые поменьше, вырубают полностью цветок, а которая самая большая, она около 4 сантиметров, вырубает только серединку в фоне. Покажу вам сейчас вырубку. Мне очень нравятся эти цветочки, я их довольно-таки часто использовала. Причем они хорошо подходят к альбомам в современном стиле и, например, к американке. То есть у них не слащавый дизайн, а именно такой стильный. Смотрите, как выглядит. На мой взгляд, очень классно. Причем я использовала, например, вот такие вот маленькие розочки, даже не в плане роз, а вот просто в композицию докладывала, знаете, похожие на скрученные черные ниточки. Так что этот нож, кто использует такой стиль, я тоже однозначно могу порекомендовать. Смотрим дальше. Набор из двух рамочек и дополнительно к ним еще идут веточки и цветочки. Сейчас я выну, чтобы вам показать. Я не стала также доставать его из пакетика заранее, чтобы не растерять всю мелочь. Смотрите. В этом ноже вот такая вот веточка. Причем, как это ни странно, из всего набора эту веточку я использовала чаще всего. Вот такие вот два цветочка. Они одинаковые, но сделаны в зеркальном отображении. Довольно-таки большая растительная рамочка и похожая рамочка, но поменьше. Мне кажется, что большая рамка очень классно будет смотреться, например, в альбомах в эко-стиле. Если сделать квадратную фотографию, весить на 10, и сверху вот такую рамку она будет вообще просто обалденно смотреться. Маленькие я не стала делать вырубки, но они классно смотрятся и хорошо дополняют основные ножи. Размер самой большой рамочки приблизительно 13 сантиметров, а средней рамочке 8 сантиметров. Померить точно ее не предоставляется возможно, потому что, как видите, она вся такая немножко неровная. Откладываем. Следующий у меня лежит вот такой... Ой, смотрите, здесь у меня оказывается вот такой еще маленький цветочек был от этого набора. Вот поэтому я ее оставляла в пакетике, чтобы не растерять все. Затем, вот такие вот две веточки. Они довольно-таки простые по дизайну, но, тем не менее, они достаточно универсальны, потому что по своей форме они напоминают еще и кораллы. Поэтому можно их использовать вполне и в морских альбомах. Их две штучки, они отличаются немножко по дизайну. И их высота порядка 8 сантиметров. Вот так они выглядят. На мой взгляд, классные ножички. И для разнообразия их точно можно иметь в коллекции. Тем более, что такие небольшие ножи на Алиэкспресс стоят не так уж и много. В следующем у меня лежит вот такой ажурный фон. Очень красивый, классический рисунок. Напоминает какую-то ковку или арт-деко. Здесь два ножа в наборе. Они соединены между собой в двух местах. И я их пока не разобрала. Но можно разобрать и вырубать опять-таки либо ажур только в середине, либо полностью прямоугольник. Нож этот, насколько я помню, когда я купила, рубил у меня хорошо. Но вот сегодня я делала из него вырубку. И мне пришлось прокатать 2 или 3 раза. Хотя, возможно, это связано с тем, что у меня уже довольно-таки сильно изношена пластина. Вот так выглядит вырубка. На мой взгляд, вообще потрясающая. Поэтому можно даже немножко заморочиться, если он будет вырубать не очень хорошо. Потому что чистился, на самом деле, он неплохо. Его высота 13,1, а ширина 11 сантиметров. Смотрите, какая красота. Я прямо готова любоваться этим ножом. Хорошо. Приступим к следующему. Следующий нож, это вот такие вот маленькие цветочки. Я их тоже не стала разделять. Это одна из недавних моих покупок на Алиэкспресс. Я открывала для себя вот такие очень стильные, интересные дизайны, которые должны, мне кажется, очень классно смотреться в минималистичных открытках. Здесь три цветочка. Они между собой похожи. Но, тем не менее, немножко отличаются по дизайну. Размер их приблизительно 5,5-6 сантиметров. Вот, посмотрите, какая прелесть. Я думаю, что было бы неплохо приобрести еще такие же цветочки, но подобного плана, только побольше. Я их даже заказала, но первый раз они у меня где-то потерялись, тогда меня и не доехали. Я заказала второй раз. И второй раз они тоже никогда меня доехать не могут. Поэтому это, видимо, я не знаю, не судьба. Хотя заказывала я у разных продавцов. Вернемся к этим цветочкам. Обратите внимание на их дизайн. Если вам нравится такой стильный, необычный, то можете, конечно же, приобретать. К покупке я их рекомендую. Затем, в то же время, когда я покупала цветочки, я купила вот такой набор из двух прямоугольников. Но на самом деле здесь получаются две тоненькие рамочки, одна широкая и прямоугольник в серединке. Размер 7,3х4,6. Маленький я не стала измерять. Опять-таки, эти кривенькие прямоугольнички я купила для открыточек в стиле КАС. Потому что вот такие неровные интересные формы очень выигрышно смотрятся в подобных открытках. Давайте покажу вам вырубку. Вот так она выглядит. Возможно, вот эта широкая и не очень куда-то пойдет. Хотя, мне кажется, если задекорировать вот эту рамочку, например, штампингом или имбоссингом, или чем-то таким, то должно в целом тоже смотреться довольно интересно. А вот эти вот тоненькие рамочки смотрятся просто шикарно. Например, вот тоже, если их сделать контрастными на белом фоне, или вот как у меня в данном случае белыми на темном фоне. Следующий ножичек. Это вот такая вот надпись. Из того же магазина. До луны и обратно она переводится. И мне в целом очень нравится эта надпись. Не говоря уже о том, что рубит она отлично. И само вот это изречение. Люблю тебя как до луны и обратно. Не знаю, почему-то оно что-то трогает такое в моей душе. Поэтому, когда я ее увидела, сразу же купила. Тем более, мне нравится у нее шрифт. Размер этой надписи 8,2 на 4 сантиметра. И выглядит вырубка вот таким вот образом. На мой взгляд, очень классно. Дальше. Бордюр. Вот такой вот классический. Его длина 14,5 сантиметров. А высота 5,5 сантиметров. Это один из моих любимых бордюров. За счет своего дизайна. И за счет того, что он очень хорошо рубит. И отлично чистится. Буквально ничего в нем не застревает. И с одного проката все отлично прорубается. Чистая вырубка. Красивый дизайн. Что еще нужно для счастья. Ну и цена, конечно же, довольно-таки демократичная. Покажу вам сейчас я его. В готовом виде. Вот, посмотрите. На мой взгляд, дизайн просто выше всяких похвал. По вот этой линии он не прорезается. Здесь можно согнуть его. И получится очень красивый клапан. Затем. Следующий бордюр. Вот такой вот цветочный. Он тоже 14,5 сантиметров. Но по высоте повыше 17,5. Режет довольно-таки хорошо. Но не с одного проката. Видимо за счет того, что тут много мелких деталей. Приблизительно за два проката туда-обратно. Он у меня хорошо прорезался. И почистился тоже неплохо. Немножко пришлось его с этой стороны еще почистить. Но в целом ничего. Я думаю, что за его дизайн можно простить ему некоторые сложности с вырубкой. Давайте покажу вам готовый вариант. Вот смотрите. Правда классно? Такие какие-то... Ну я не знаю. Я не ботаник. Я даже не буду пытаться угадать, какие это цветы. Но смотрятся они нежно, воздушно и не забито. Следующий это набор из двух рамочек. Овальные. Большая. 13,4 сантиметра. На 10,5. А маленькая 9,5 на 6,9. Вот это вот вырубает очень красивый такой овальчик. Я вам сейчас покажу. Довольно-таки хорошего размера, а не маленького. Вот так он выглядит. И вот так вот выглядит маленький. Большой у меня вообще безупречен. А у маленького в одном месте вот тут чуть-чуть не прорубается. Я не вынула. Но в принципе это можно макетным ножом буквально чуть-чуть сделать надрез. И все отлично почистится. Так что если вам нужны овальчики, прямо призываю вас обратить внимание на вот эти ножи. Так, откладываем, что у нас тут следующее. А следующее у нас вот такие вот тэжики. Опять-таки они у меня лежат все вместе. По той причине, что их здесь несколько. Как бы вынуть, не растерять. Самый большой тэг 11,2 на 6,3 см. Довольно-таки универсальный размер. Можно вполне себе что-то на них написать. Можно какую-то маленькую даже фотографию вклеить. И вставлять в кармашки. И прятать за фотографией, как я это люблю. Здесь в наборе получается 6 ножей. Самый большой я вам озвучила. Самый маленький, наверное, где-то 4 на 1,5 см. Помимо того, что они вырубают сами тэги, получается очень красивая отстрочка и маленькая дырочка, в которую можно сразу продеть веревочку. Вырубать я их не стала. В принципе, тэги, я думаю, вы и сами можете себе прекрасно представить. И так как форма эта довольно-таки простая, вырубают они вообще без проблем. Затем вот такая вот еще у меня красивая... Вернее, не вот такая, а вот такой вот очень красивый и ажурный нож. Причем, когда я его покупала, я очень сильно переживала за то, что в нем много-много мелких деталей. Он настолько ажурный, настолько тонкая вырубка. И я думала, что все. Он либо не прорубит, либо его будет невозможно почистить. Но, в общем и целом, я ожидала от него кучи проблем, но все равно заказала, потому что мне понравился дизайн. Настолько он нежный, настолько ажурный. И вы знаете, этот нож меня безмерно порадовал. Несмотря на все вот эти нюансы, он отлично режет и хорошо чистится. Состоит набор из трех ножей. Я их также не стала разделять. Но здесь серединка ажурная. Вот отсюда досюда. Вот такой краевой нож. И с этой стороны второй краевой нож. То есть в наборе их три штуки. Так как я их не разъединяла, сделаю вам вырубку целиком. Покажу, как она выглядит. Посмотрите. Можно не использовать нижний нож, и тогда получится вот такой клапан. Здесь будет бумага. Можно не использовать, например, вот этот нож, и тогда будет край клапана, такой более плоский, скругленный. В общем, три варианта использования. И, на мой взгляд, нож просто шикарный. Размер я почему-то не записала, но я думаю, что он тоже 14,5 см. Приблизительно на 8 см. Затем вот такой вот ножичек. Это нож сердце-кристалл. И вырубка из него также меня очень впечатляет. Мне кажется, такой нож будет классно использовать, например, для шейкеров. То есть подклеить пленочку, сделать несколько слоев вот именно внешнего вот этого контура, вырезать серединки. И будет вот под вот этой вот кристальной сеткой какие-нибудь пайеточки смотреться просто обалденно. Размер этого ножа 8,8 на 7 см. Вырубка у него очень интересная. Вот посмотрите. Даже не используя его в качестве шейкера, я думаю, он будет отлично смотреться. Опять-таки в открытках касс, в свадебных, конечно же, альбомах, например, на валентинках. Ну, в целом, любая любовная, сердечная тема этому ножу будет подвластна. Затем довольно-таки спорная покупка на Алиэкспресс. Это рамочки известного нашего российского производителя. Вообще я как бы стараюсь не покупать, в принципе, реплики на наши российские ножи. Но вот эти ножи я все-таки решила купить. Посмотрите, у меня их два. То есть набор вот из таких рамочек и вот такая вот. Мне было просто очень интересно сравнить качество, сравнить дизайн. И я понимаю, что это нечестно красть дизайны других производителей. Но ничего не поделаешь. Алиэкспресс делает это постоянно. И я, естественно, не рада этому, потому что я сама рисую ножи для Агиарт. Но, тем не менее, я все-таки решила купить, попробовать вот эти ножи, посмотреть, что они из себя представляют. И могу, конечно, сейчас уже, вот знаете, не сочтите за рекламу, но сказать, что ножи просто отличные. Они классно рубят. У них хороший дизайн. У них отличный размер. У меня нет оригиналов именно вот этих ножей. Но я думаю, что они полностью совпадают. И я могу вам их показать с чистой совестью, по той причине, что ножей этих на Алиэкспрессе вы сейчас уже не найдете. Поэтому рекламу я нечестным продавцам не делаю. Вот, посмотрите, как выглядят эти ножи. Ну, что сказать. Красивый дизайн. И это, в принципе, неудивительно, потому что это дизайн нашего российского производства. Уберу их в сторонку. Следующий нож, это вот такой вот фоновый. Тоже один из моих любимых вообще, как бы, ножей. Потому что он классно рубит. У него получается, помимо того, что отличная вырубка. И вот эти вот ромбики тоже можно использовать для того, чтобы вынести рисунок дальше за пределы ножа. Размер его довольно-таки большой. Причем формат вот этих кубиков очень удачный. На мой взгляд, это один из самых классных фоновых ножей с Алиэкспресс, которые у меня есть. Можно его использовать и в мужских работах. Можно использовать в школьных работах. Если каким-то образом задекорировать. Видите, тут и научная какая-то тема прослеживается за счет того, что можно это принять за кристаллическую решетку. Ну, в общем, в целом, классный нож. Вообще, с любой стороны, с какой ни посмотри. Размеры этого ножа где-то 12 на 11 сантиметров. И на мой взгляд, это, повторюсь, один из самых универсальных ножей в моей коллекции с Алиэкспресс. Еще один ножичек из моих недавних покупочек. Это вот такая веточка с ягодками. Длина ее 10,6 сантиметров. Самое главное, что я могу сказать про нее, то, что она довольно простая по дизайну и, на мой взгляд, очень стильная. Я видела примеры использования этого ножа на сайте Алиэкспресс. Сама я ее добавляла в какую-то открыточку, но не сфотографировала. Поэтому, скорее всего, также приложу вам примеры именно с сайта. Там очень красивые они и очень вдохновляющие. Когда ты на них смотришь, непременно возникает желание купить побольше ножей такого плана. Вот так она выглядит. Здесь 5 ягодок с дырочками. Так что вот. Больше пока ничего по этому ножу сказать не могу, кроме того, что он хорошего качества. Фоновый ножичек. Он вот такой вот маленький. Всего его размер где-то... Даже не могу сказать это... Ага, все нашла. Могу сказать. 7 сантиметров на 6,3. Он вырубает только сердечки. У него нет краевого ножа. Поэтому можно его применить практически в любом месте. И я думаю, что можно скомпоновать из него фон большего размера, чем он сам из себя представляет. У него прикольные вот эти вот сердечки. Они, как видите, даже вот здесь красиво вырубаются. Но применить их куда-либо еще, я не знаю. Мне кажется, вырубка именно этих сердечек настолько мелкая, что может быть, ну, может только в шейкерах какие-нибудь. Потому что на фоне сердечки читаются довольно-таки четко. А в качестве конфетти их форма уже не столь очевидна. Вот так выглядит вырубка. И сделала я ее на скругленных прямоугольниках. Это вот такой вот набор. Вот я сделала второй по размеру. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть ножей. Один из самых часто используемых мною ножей. Потому что для совсем-совсем мини-ков большую рамочку я, например, использую как подложки для фотографий. Они получаются такие очень красивые. И углы скругленные, и отстрочка сделана. Поменьше я делаю карточки какие-то, опять-таки тежики. Пробиваю дырочку, можно сделать подвесочку какому-то подарку или открыточке. В общем, в целом классный нож. Уже миллион раз себя оправдал. И мне нравится, как он прорубает. Размер сейчас я попытаюсь вам найти. Самый большой 10,4 на 7,7 см. Откладываем. Здесь вот я положила ножи. Это ножи, координирующие к штампам с цветочками. Также приложу вам картинку. Уже сама не стала делать отштамповку. Единственное, что я могу сказать про эти ножи, то, что они хорошо рубят и отлично подходят по размеру к штампам. А это бывает не всегда, потому что в одной из моих последних покупочек с сайта Алиэкспресс я довольно-таки сильно пролетела, потому что размер штампов порядка 10 см. Самого большого цветочка. А размер ножа к нему на треть, как минимум, меньше. И они не подходят. Так вот, вот эти ножи хорошо подходят к штампам. Рамочка. Наверное, нужно ее вынуть, чтобы вам не отсвечивала пленка. Здесь уже сама по себе упаковка довольно-таки симпатичная. Ну и рамочка тоже заслуживает отдельного рассказа о ней, потому что рамка очень классная. Она хорошо вырубает. У нее красивый дизайн. Вот так вот он выглядит. Серединка не вынимается. Но здесь вполне можно, например, вырубить отдельно какой-то овальчик, сделать на нем надпись. Или, например, буковками что-то выложить. Или штампик поставить. В целом, очень классная рамка. 12,5 см. А серединка у нее рабочая приблизительно 5,8 на 4,3 см. До сих пор мне нравится эта рамочка, хотя куплена она была давно. Я нисколько не жалею о вот этой покупочке. Так что присмотритесь, хороший ножичек. Здесь у меня также лежит ножик, который я недавно покупала. Приложу поэтому вам, опять-таки, пример с сайта Алиэкспресс, потому что там несколько вариантов его использования. Я его тоже уже прорубала, чтобы посмотреть, как он рубит. Рубит он отлично. Вот из него получается конфетти самого разного размера. Хоть и просто кругленькие. Но в целом мне очень нравится, как смотрится этот фон. Хотя, на мой взгляд, он больше подходит именно для открыток. К тому же, у него есть ограничения. Здесь не два ножа, а один. И он сразу полностью вырубает прямоугольник вот с этими кружочками. Его размер 13,6х10,2 см. Ну и заключительный для первой части видео нож. И именно на нем у меня отключилась камера, ни раньше, ни позже. Это один из самых любимых мною ножей с сайта Алиэкспресс. Бордюр, напоминающий старинное изящное кружево. К достоинствам этого ножа могу отнести то, что у него нет ограничения по левому и правому краю. И таким образом вырубку можно продлять, достигая необходимой длины. В изначальном виде длина вырубки 14,5 см. И высота 4 см. Мне очень нравится дизайн. Он хорошо прорезает этот нож. Но не все конфетти из него вылетают. Приходится немного чистить. Хотя мне кажется, что это не очень высокая плата за такую красоту. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что мой обзор был вам полезен. Остальные ножи покажу во второй части. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. А также приглашаю вас в свой инстаграм. Там публикации я делаю чаще. И вы не пропустите мои скраповые и не только скраповые новости. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok